Надо отказаться от идеи, что нас кто-то ждет в городе Львов. Что мы зайдем у нас встретиться с цветами. Мы на эти грабли уже наступили. И так ударило нас по лбу, что второй раз уже не хотелось бы. Бывший народный депутат Украины от партии регионов Олег Царев, который предал Украину и поддержал российскую агрессию против своей страны, неожиданно сцепился с российской пропагандисткой Скобеевой прямо в прямом эфире ее ток-шоу. Царев стал критиковать российских пропагандистов за то, что те некачественно делают свою работу, плохо промывают мозги украинцам, пропагандируют только ненависть. Скобеева же, в свою очередь, стала насмехаться над Царевым и высмеивать ту несусветную дичь, которую он обычно несет на эфирах. Если бы тогда, 10 лет тому назад, провели референдум не только в Крыму, я уверен, что даже во Львове бы проголосовали за Россию. Потому что телевизор всегда проигрывает холодильнику. Большинство населения мыслит самыми простыми категориями. Самое страшное, что мы из этого исходили, начиная спецоперацию, надеялись, что мы зайдем, а они там с цветами. Простите, мы зашли, а они не с цветами. А вы нам теперь опять про Львов. От такого наглого и тупого вранья не выдержала даже Скобеева, у которой у самой работа заключается в том, чтобы врать, но от такой халтуры не выдержали нервы даже у нее. И, в принципе, думаю, в данном случае ее можно понять. Скобеева заявила, что такое вот вранье уже обошлось России очень дорогой ценой, потому что уже один раз поверили, что украинцы будут встречать с цветами. Российские военные зашли такими парадными колоннами, и мы все помним, что с ними потом случилось из-за того, что такие, как Царев, рассказывали, что вот украинцы разбегутся или там будут российскую армию с цветами встречать. Но Царев не сдавался, он умело перевел стрелки и заявил, что, в общем-то, это российские пропагандисты и сами виноваты, что все так получилось, потому что они плохо работали с украинцами. Вы показываете только, как ракеты летят в сторону России, Украины и бьют по энергоресурсам. Надо обращаться к населению, очень многие вас слушают, Оля. Надо обращаться, я никоим образом с этим тезисом не спорю. Я лишь рассуждаю на тему того, что надо отказаться от идеи, что нас кто-то ждет в городе Львов, что мы зайдем у нас встретиться с цветами, мы на эти грабли уже наступили. И так ударило нас по лбу, что второй раз уже не хотелось бы. Как видим, поход на Киев за три дня запомнился российским пропагандистам надолго. И теперь Скобеева уже смирилась с тем, что, по крайней мере, в западных областях Украины Россию точно никто не ждет и не будет встречать с цветами. Хотя, конечно же, как мы все знаем, не только в западных областях, но вообще нигде в Украине Россию больше никто не ждет после всего, что она сделала. Но Царев не сдавался и продолжал стоять на своем и рассказывать, что, мол, россияне сами виноваты, что до этого довели, потому что снимали не такие неправильные сюжеты и вообще неправильно работали с украинцами. Неправильно делали и неправильно работали. Как надо правильно делать и работать? Послушайте, люди должны понимать о том, что присоединившись к Российской Федерации, будет выгоднее жить, спокойнее, сытнее, обеспеченнее. И это надо говорить. Десять лет им говорили совершенно другое. Если мы будем это говорить, сопротивления на фронте будет гораздо меньше. Он на полном серьезе считает, что если после всего, что случилось, рассказывать украинцам, что в России лучше и сытнее жизнь, то украинские военные перестанут оказывать сопротивление, начнут дружно сдаваться в плен, а жители Украины резко забудут все эти ракетные удары по своим домам, воздушные тревоги, удары по электростанциям, погибших покалеченных родственников. Все резко так все забудут и станут ждать российских оккупантов и радоваться их приходу. Знаете, я вот признаюсь, я за вот эти долгие годы исследования российской пропаганды слышал, конечно, всякое, но такую ахинею я слышу впервые. Честно вам скажу, вот я впечатлен, я думал, меня уже невозможно ничем удивить, но Цареву это реально удается. Мы должны транслировать туда о том, что на Украину не только негативные новости, но и положительные, о том, что это наши соотечественники, о том, что мы идем их освобождать, как говорит наш президент. Ну вы поняли. Сначала немножко так с утра побомбили мирных жителей Украины, а потом вечером рассказывают им, что они соотечественники и Россия идет их освобождать. Ну что, отличный план. Это точно сработает. Полное ощущение, что мы откатываемся к началу спецоперации и начинаем с теми же тезисами обращаться к жителям Украины. Но там нет друзей у России. Там все, там закончились друзья для России. И не надо питать иллюзии. А Скобеева поясняет Цареву, говорит, Твоя методичка устарела, мужик. Мы это все напаривали в 2022 году. А теперь-то водные поменялись. Все, там уже в Украине для нас нет друзей. Там уже не наши люди. Там враги. Там уже никого нам не жалко. И вообще тут потрясающе. Они все это обсуждают открыто. Прям в эфире. Это не то, что где-то в коридоре, там в кулуарах они обговаривают такие вопросы. Нет, они прямо перед камерами вот совершенно открыто все говорят. Я все время смотрю украинские новости. Некоторые наши передачи там крутят по новостям и просто показывают без комментариев. Вы ждете Россию, вот смотрите, как к вам Россия относится. Ведь так никогда не делали. Во всех войнах обращались к населению. Так не делается. Царев жалуется, что российских пропагандистов показывают по телевизору в Украине. Просто без комментариев, чтобы продемонстрировать их вот эту людоедскую бесчеловечную позицию. И говорить, что ну так нельзя. То есть как бы намекают, что эти пропагандисты они России больше вредят, чем помогают. И на самом деле это тот случай, когда вот он прав. С ним тяжело не согласиться. Потому что это то же самое, что я все время говорю. Я в своих видеоблогах постоянно эту мысль повторяю. Что лучшие вообще антирекламы России, лучшие материалы для дискредитации России, это материалы российского телевидения. Это эфиры российских пропагандистов. Вот лучшей дискредитации не придумаешь вообще. Никакой враг так не дискредитирует Россию, чем вот эти упыри, которые сидят в российском телевидении. И вы видите, что это признает даже Царев. Он говорит, хватит, постойте, перестаньте. Потому что они работают против самой России. Мы не только солдатами и оружиями должны двигаться в сторону Украины. Мы должны завоевывать сердца и умы. Для этого совершенно другая повестка должна быть. Чувак, ты как бы немного не с того начал. Завоевывать сердца и умы украинцев нужно было в 2013, ну там в 2014 году. Но вместо этого Россия решила завоевывать не сердца, а территории. И теперь, после всего того горя, которое Россия принесла за это время, после всех этих смертей, завоевывать сердца и умы уже как бы несколько поздно. А вы думаете, можно победить только огнем? Я думаю, что надо освобождать города, а потом показывать, как выглядят освобожденные города. Отличный план. Давайте посмотрим сюжеты про освобожденные России и города. Я, кстати, их совершенно не скрываю и регулярно показываю в своих соцсетях. Вот, например, репортаж вашего же канала «Россия-1» из освобожденной Маринки. Вот Маринка. Никого нет, видите? Ни машин, ни людей. Классно освободили. После такого сюжета, думаю, точно сразу всплеск про российских настроений в Украине начнется. Показывайте почаще. Вот посмотрите на Мариуполь, а потом посмотрите на ту украинскую дыру, в которой вы оказались. Это гораздо более эффективный метод. Тут я даже как-то и не знаю, что сказать. То есть они на полном серьезе хотят показывать разрушенный ими Мариуполь, где на месте разбитых домов местных жителей, Россия сейчас строит новые дома и там продает квартиры россиянам, а местных жителей выбрасывают просто на улицу. Я об этом много делал сюжетов тоже. Вот они это все на полном серьезе хотят показывать в качестве витрины для украинцев. Вот они серьезно говорят это в эфире, они считают, что украинцы могут завидовать такой жизни, как в Мариуполе и хотеть, чтобы у них в городах было, как в Мариуполе. Вы представляете себе просто уровень неадеквата этих людей? Что у них вообще в головах? Это же вообще конченые шизофреники. Причем дальше уровень этого неадеквата только рос в геометрической прогрессии, потому что Царев дальше там стал требовать брать пример с Третьего Рейха. Знаете, сколько немецкая Германия напечатала в листовок, которых сбросили на Советский Союз? Пять миллиардов штук. Пять миллиардов штук, сжигая дома, сжигая людей, расстреливая все, что угодно делая, они сбрасывали листовки и говорили о том, как будет хорошо, когда придет Германию. Это всегда так было. Мы точно так доработали. Но это просто что-то уже совсем запредельное. Царев радостно приводит в пример гитлеровцев, которые разрушали города, уничтожали людей, но при этом печатали листовки для жителей Советского Союза. И он жалуется, что, мол, вот Россия-то тоже разрушает города, уничтожает людей, а листовки не печатает. Понятное дело, что от такой дичи у Скобеевой начинает натурально сносить крышу. Она пытается заткнуть цареву рот, но все тщетно. Я не поняла это сравнение. Германия пыталась нас убедить в том, что Германия нам друзья. Мы себя с Германией не ассоциируем. И ассоциировать не планируем. У нас и цели, и задачи другие. Скобеева попыталась было выкрутиться из неудобной ситуации, но слово не воробей и ничего уже не сделаешь. В силу природного слабоумия Царев уже проговорился и сам спалил контору. Сам поставил знак равенства между Путином и Гитлером. И да, заметьте, это звучит не на украинском телевидении, не какие-то украинские пропагандисты все это придумывают, а вот, пожалуйста, сами россияне в эфире своего федерального канала все это озвучивают. Мы должны понимать о том, что это все больно, о том, что это все непросто, о том, что мы убиваем наших братьев, которые 20 лет, 10 лет тому назад были еще нашими братьями. Ну а тут Царев фактически прямым текстом признал, что Путин ведет преступную братоубийственную войну и убивает тех, кого в России принято называть братьями. Только здесь есть один маленький нюанс. Сам Царев против вот этой войны, против убийства братьев, как он сам говорит, вовсе не протестует. Наоборот, он эту войну всецело поддерживает. Так у меня простой вопрос. Если ты сам признаешь, что вы убиваете братьев, а ты это поддерживаешь, ты не выступаешь против, так кто ты тогда сам после этого? И вот я хочу сказать, что обращаясь с солдатами на фронт, я вижу меньше ненависти, чем иногда читаю в телеграм-канале, когда требуют не брать пленных, расстреливать и так далее, и так далее. Тут Царева окончательно понесло, и он договорился уже до того, что российские пропагандисты это преступники, которые пропагандируют военные преступления, призывают к военным преступлениям. Кстати, здесь он тоже по сути прав, но очень странно, что он все это сам говорит в прямом эфире, от таких признаний у Скобеевой опять наступил ступор, и она опять, видимо, в растерянности понесла ахинею про освобожденный процветающий Мариуполь. Еще раз, освобожденный Мариуполь живет так, как не живет на Украине никто. Это лучшее и иллюстрация, и визуальное проявление нашей любви в отношении Украины и некогда украинского населения. Она на полном серьезе утверждает, что полуразрушенный Мариуполь, где Россия убила десятки тысяч местных жителей, а потом на их костях построила несколько микрорайонов, где Россия разрушила все градообразующие предприятия, где до сих пор люди живут в подвалах и в гаражах, потому что у них нет квартиры, им никто их не дает. Она на полном серьезе утверждает, что в Украине, мол, никто так классно не живет, как живет Мариуполь. Я просто не знаю, я сдаюсь, я не знаю, что тут можно сказать. Ситуация так далеко зашла, нам так тяжело всей нашей стране, так много жертв, так много страданий, что нет совсем никакого желания говорить про любовь. Мы сейчас уже за русский народ воюем, при всем уважении к украинцам. Ну и дальше Скобеева поясняет Цареву, почему не должно быть никакой жалости к украинцам. По ее словам, СВО третий год уже настолько идет по плану, что все зашло слишком далеко, обошлось России слишком дорогой ценой, Россия понесла слишком большие потери, поэтому братьями украинцев никто уже не будет называть, а нужно называть их исключительно врагами, нужно их уничтожать. То есть по их логике, что произошло? Они напали на Украину сами, вообще не мотивировано просто на ровном месте атаковали Украину, стали бить по мирным городам своими ракетами, убивать просто так без всякой причины мирных жителей, которые вообще никому ничего не сделали. Потом они получили отпор, то есть украинцы стали сопротивляться и они больно получили в ответ. Они понесли большие потери по своей тупости, потому что они все это заварили, устроили, подумали, что дойдут до Киева и не смогли, они по своей тупости получили отпор, понесли большие потери и теперь они за свою же тупость снова хотят украинцам мстить. Такая их логика, они об этом совершенно открыто говорят в своем эфире. А потом они еще удивляются, говорят, ой, а что это наша пропаганда не работает, как-то странно, да, что-то мы говорим с украинцами, не можем до них достучаться. И это, кстати, смотрите, они сами это признают, да, в эфире российских каналов признают, что они по сути проиграли информационную войну, потому что их пропаганда не достигла цели, то есть их все ненавидят, как бы, да, что они не рассказывают, что они не пропагандируют, по сути, на украинцев это производит только обратный эффект, о чем откровенно и говорит Царев. Именно поэтому у России нет шанса выиграть эту войну, потому что они уже ее проиграли и проиграли по собственной тупости. Подписывайтесь на канал, друзья, и обязательно ставьте лайк, комментарий, чтобы видео получило больше охвата и, соответственно, больше людей увидели правду о том, что происходит.